Ну а прежде чем я начну вам ныть о том, как все плохо, я хочу посоветовать вам канал Лампи Ружа. Пораньше делает качественный контент по Call of Duty, и в отличие от меня, делает это заметно чаще. Разговорные видео, искреннее мнение об игре, и что самое главное, просто куча мемов про аниме. По-моему, это просто охуительная комбинация. Подписывайте, охуисывайся, и напиши под его последним видосом, кто тебе больше нравится, Рэй или Асука. Ссылка в описании. Я вас официально поздравляю! Мы получили еще одну лайв-сервис игру, которую мы на релизе облизывали, восхваляли и называли 10 из 10, а уже через 3 месяца хочется удалить игру с консоли нахуй. Ну вы знаете... Так он мне понравился! Все не так классно через 2 месяца. Теперь это относится не только Black Ops 4, но и Apex Legends. Я предлагаю назвать этот феномен эффект Самсунга. Так и запишем. Хэштег эффект Самсунга. А в будущем посмотрим, кто пополнит этот список. Однако надо все-таки признать, что с Apex не все так плохо, как минимум потому, что мы этой игры не ждали, не хайпили, ну точнее ждали мы этого всего 3 дня, и то чисто по слухам. Она бесплатная, и сильно бомбить из-за всего этого не тянет. Но эту игру мы уже полюбили. Например, я полюбил эту игру за быстрый и динамичный геймплей, что является редкостью в жанре батароялей. Я в свое время полюбил Black Ops 3 за то, что она заряжает меня вот таким адреналином бодрым во время игры. И Apex очень близок по этим ощущениям, даже несмотря на отсутствие большинства экзохерней. Но ребят, мы живем в 2К19, и одним геймплеем удержать игроков уже не получается. Нужно давать игрокам повод возвращаться в игру. Сколько поводов для возвращения игру дали Респаун? Всего 3. Новая пушка, новый специалист и батл пасс. И все. И это проблема. Ни новых режимов, ни челленджей, ни ускорения прокачки, ничего этого нет. Начнем с батл пасса. Думаю, никто не будет спорить, что контент батл пасса достаточно унылый. Повторяющие скучные скины, интера для специалистов, статистика для специалистов, ну и мое любимое, видоизмененная медалька за прокачку этого самого батл пасса. И все эти награды просто размазаны по всем стам уровня прогресса. Конечно, встречается гнадота, но ее слишком мало. Настолько мало, что даже суплай дроп, полученный за новый уровень батл пасса, уже можно считать хорошей наградой на фоне всех остальных. И это полбеды. Вторая половина беды. Батл пасс очень медленный. Вот пример. Победил я в матче с рандомами, что, к сожалению, происходит нечасто. И на сколько продвинулся мой уровень? На треть. Действительно хорошие матчи, игра вознаграждает тебя 1 и 3 уровня. Игра как бы говорит, найди еще два раза таких же хороших рандомов, обязательно победи с ними, и за получение 15 уровня батл пасса, ты получишь медальку за то, что ты получил 15 уровень этого самого батл пасса. Охуительная мотивация. Самое удивительное, что решение этой проблемы лежит на поверхности. Добавьте челленджи на выполнение. Убей с такого-то оружия столько-то раз, или сделай вещь Икс столько раз, или убей столько противников конкретно локаций, и в итоге получи бус с батл пассу, ну или, например, суплай дроп. Но вы скажете, в игре уже есть дополнительный бус за то, что ты играешь разными специалистами? Да, есть. Знаете, в чем проблема? Оно никак не помогает. Это все еще медленно, а без этого было бы еще хуже. Ну и в конце концов можно взять самое простое решение, до которого додумались в Триардж, гарантированное левел ап за первую победу в сутки. Это работает в Блокоп 4, и точно будет работать в Апексе. Откуда я это знаю? Но дело в том, что в Апексе уже был подобный буст, но он длился всего три дня. Эти три дня всем игрокам, занявшим топ-5 в матче, гарантированно давался левел А в батл пассе, но только один раз в сутки. И знаете, что это сработало? Я действительно вернулся в игру, чтобы хоть как-то продвинуть свой купленный батл пасс. А как только эти три дня закончились, все, я снова забросил игру. В этом этапе вы можете возродить, что бусты в прокачке даются и за игру с друзьями. И здесь пора переходить к следующей проблеме. Всего один режим на всю игру. Согласитесь, что не у всех есть возможность играть с друзьями, занятость, усталость, прочие причины, по которым вам, скорее всего, придется играть в одиночестве. А соло-режима в игре нет, хотя о нужде соло-режима было ясно уже спустя две недели после релиза, а прошло уже три месяца. И вы возразите, мол, в соло-режиме невозможно делать казни, а это одна из фишек игры, и вообще игра командная, ее так позиционируют. Ну, допустим. Но в игре нет ни дуо-режима, ни режима на четырех, ни режима 50 на 50, который там по слуху вам узнали датамайнеры. Почему все этого до сих пор нет? Игра ставит слишком серьезные условия для игры. Вас должно быть ровно трое. Ни двое, ни четверо, ни один, только трое. Вдвоем вы наткнулись на третьего рандома, который чаще всего сольет вам катку, чем реально поможет. Четвером придется одного выкидывать из игры. В соло будет целых два рандомно играющих хрен по мякак. По итогу, игра сама себе ставит тяжелые условия для возврата в нее. Ну и не стоит забывать про имеющиеся технические проблемы. Патчи, конечно, изредка выходят, их что-то чинят, но вопрос о регистрации попадания есть до сих пор. Ну и мое любимое, сервер уходящий слоумо, который попадается, как оказалось, не только у меня, но и у топовых стримеров. Так что доводить игру до ума еще только предстоит. Ну и че ты этим хочешь сказать, базик, что игра якобы мертва? Да нет, я еще оставляю надежды на EA Play, и там обязательно должны что-то дать понять про будущее игры, и все вышепречисленное, надеюсь, будет пофикшено. Но только это опять означает, что мы должны ждать, сидеть, надеяться, хайпить, а потом, не дай бог, мы во всем этом разочаруемся, и в итоге с игрой ничего хорошего действительно не случится. И если мы получим действительно только половину из того, что я перечислил, то разочарования будет гораздо больше. Лично я сидеть же и ждать, надеяться на лучшее не собираюсь. Я уже, знаете, вот так нахайпился, наждался, и в итоге больше расстроился за подобных вещей. Либо делайте хорошо сразу, либо до свидания. На этом все. Подписывайтесь, хуисывайтесь, лайкайте, дизлайкайте, не забывайте подписываться на мой миксер, там мои стримы тупо выглядят лучше, я стараюсь их там делать почаще, чем на ютубе, обязательно туда подписывайтесь. Всем пока!